Музыка Я думаю, что все быстро забывается. Вот адмирал был в 15-м году, практически прошло два с небольшим годы. Должны вы сделать выводы какие-то были, да? Были проверки, все проверялись, но это все забывается, и опять приводит к тому, что погоню за рублем. Все вот эти торговые комплексы, они просто напичканы, каждый сантиметр там продан. И никто, по сути, не несет ответственности. Ни собственник, ни арендаторы сами. То есть все завязано в бизнесе. Тут надо пересматривать и в закон вносить какие-то, мне кажется, новые веньи, и технологии какие-то новые должны быть по пожаротушению, потому что мы сталкиваемся с тем, что вот в наш век мы практически на уровне каменного века. Пожарные приезжают поздно, гидранты у них там пустые бывают, шланги все порванные. Но это смешно. Цивилизованная страна, и получается, что мы как бы отстаем от цивилизации, по сути. Скажите, ваш фонд тоже собирается перечислить деньги, да, пострадавших? Да, вот сегодня как раз прямо было такое решение. Мы пришли к едимому мнению, что мы должны все-таки перечислить деньги полностью, которые у нас остались на счету, фонд детям, которые пострадали при пожаре. Потому что им нужно лечение дорогостоящее, им нужна последующая реабилитация. Дети, оставшиеся без родителей. Это все очень трудно потом им будет в жизни, конечно. Ну, как-то мы можем своими силами чем-то помочь. Я призываю всех людей, кто неравнодушен, могут из собственных средств перечислить деньги. Просто детишкам, как бы, вам там зачтется тоже. Но из такого здания максимум 5 минут. Люди должны 100% эвакуироваться. Что для этого надо сделать? Если это здание приспосабливается из промышленного объекта, мы обязаны сделать проект реконструкции с учетом всех действующих норм. Вот в таких зданиях, выше третьего этажа, зальные помещения мы располагать не можем. Никаких о четвертых, о пятых этажах речь идти не может. Мы должны обязательно не выше третьего этажа сделать. С чем это связано? Это связано вот именно с этим временем эвакуации. В советское время Госпожнадзор, он начинал работу с проектирования. Во время стройки он контролировал, и обязательно приемку без него не проводили. Сейчас Госпожнадзор может быть только через 2-3 года, после того, как начали уже работать объект такой огромный. Потом еще с подачи нашего любимого премьер-министра, не кошмарить бизнес, малый, средний бизнес. Но вот такие миллиардные доходы, которые приносит бизнес, какой он малый бизнес, не кошмарить. И вообще не туда не могут ходить. И вот мы получили то, что получили. К большому сожалению. Вы были одним из авторов вот этого нового инициированного законопроекта, да? Я не скажу, что я был один из авторов. Там три законопроекта. Этот законопроект пришел через кабинет министров к нам. Мы его через наш комитет, два из них закона отправляли. Именно вот пожарным вернуть эти права. И дать там, они имеют право до 90 суток приостановить, и штрафы увеличить. Вот эти законодательные акты нам Государственная Дума вернула, сказала, что здесь пахнет коррупционностью. Там уже есть контролирующие органы, стройнадзор. Ну, получается, к большому сожалению, что Господинадзор – это коррупционный орган, а вот стройнадзор – не коррупционный орган. А стройнадзор, он нужен, он должен контролировать. Но у него свои вопросы. А у Господинадзора совсем другие вопросы. Там и какие материалы, задымленность этих материалов, как они горят, что делается, куда дверь открывает. Это все Господинадзор. Вот мы хотели вернуть им эти права, но не получилось. Возможно, сейчас кто-то додумается и возьмется за это работу снова. Спустя, наверное, день, что ли, позвонили журналисты, спросили, считаю ли я, что будет теперь много проверок торговых центров. Я в сердцах сказала, что пусть запроверяются, день и ночь проверяют только, чтобы дети живы были. Не знаю, часто, на самом деле, приходится сталкиваться с тем, что, ну, как-то, девелоперы и строители, может быть, пренебрегают какими-то вещами в части пожарной безопасности. Или что-то делается только для того, чтобы пройти проверку, а потом вносятся какие-то изменения в проект. И это печально, что это происходит до сих пор, скажем так. Поэтому согласилась по единственной причине, когда вы сказали, что этот репортаж, может быть, поможет повысить осознанность, да? Вот хочется к этому призвать. Каждого, от которого, ну, каждого человека, от которого что-то зависит, может быть, более осознанно подойти. В наших руках, мне кажется, у каждого что-то сделать, чтобы таких вещей не происходило. На уровне своего коллектива, на уровне своей семьи, на уровне объектов, которые принадлежат. Как-то к этому подойти вот так, как будто бы это его семьи касается. Тогда, может быть, что-то в целом стране изменится. Редактор субтитров А.Семкин